ну вот и пришли долгожданные запчасти этот ролик с натяжителем вот этот сначала искал потом ждал хрен знает сколько подходит от вольсвагена фаэтона от туарега по моему тоже ну по крайней мере должен находить а вот старый ролик старый ржавый ролик сейчас вам покажу свой радиатор старый который приговорили другого youtube канала кстати я наверно насчет этого буду делать ролик они там захейтили машину кто не смотрел она есть на ю тубе называется менеджер антон купили лакшери и они там прям много чего не по делу я считаю сказали короче радиатор вот он был так раздут а вот почему он стал такой это отдельная история это я черканул пытался на бездорожье вы хотите только но но в общем была хана он там отвисал и самая нижняя точка почти машину был сейчас новый приехал ставить новый ребята проблема в потолком блин я не знаю кому доверить его переклеить вот реально блин открыл bentley запах кожи конечно непередаваемый то что не делаем все равно запах остается блин тут еще одна проблема появилась фишка вот отвалилась от замка капота напаять антифриз купил g13 он у меня не с собой а надо могу привести уже надо да я привезу туда короче суть такая что я в магазине когда покупал но не разбодяженный концентрат да и дат лить нельзя они мне продали еще дистиллированной воды и сказали разбодяжить сначала до в таре а потом заливать я полетел за антифризом что-то я тупанул надо было его блин с собой взять сразу же а я хотя не хотел вывести чтобы он тут не то самое не валялся хрена заказчиком собирать сейчас антифриз блин а может быть даже сегодня будет готова ну конечно круто я по бренды соскучится так я поэтому блин разгону вообще по динамике машины это как наркотик один раз прокатишься в 500 плюс лошадей хотя говорят что бентли не особо едет мы не знаю по мне в голову но но это одна из самых мощных машин который у меня в принципе была по мне так она едет и очень даже неплохо немножко снял сейчас объяснить что зачем снял у меня была трещина здесь я кусочки старые собрал маленькая осталась и покрасил ну ладно не об этом да свои офигеете от того сколько антифриза в бентли и какое ведро я тащу вот здесь вот около 20 литров антифриза будет это концентрат это тоже а это вот надо развести цилированной водой короче я гуглю пишут 18 литров кто-то пишет 10 но это когда меня это у меня получается система вообще пустая поэтому у меня видать 18 в смысле а чё это пипка обломана пипка завернут а это пипка отдельно лежала короткий вариант такой и больше засверливать резать резьбу и крути туда а есть шансы что бахнет нету но если наваливать а это сброс я думал такая-то обратка блин тут блин я же дачка ну вот ну давай тогда вот тут идея пришла вот с этого снять всю эту пластмассовую херню поставить на тот ребят в общем короче в чем не сделали вот эту штуку на том радиаторе это транспортировки видать отломалась на том радиаторе она держит всего полтора атмосфера и сама по себе конструкция ну такая сейчас пальцем же смогу прям ее сломать мне сделали туда короче металлическую теперь такая штука металлическая у меня на том радиаторе по нагрузке она теперь я ее пытался сломать пальцем и она не ломается поэтому будет теперь еще круче чем но это все равно оставлю на всякий случай про запас второй день вчера с радиатором разбираться чинили сам привет чё нового вот как починили нормально лучше чем было начать или запускаем нет опять разбирается а чё чё-то не встает до или пока там делают bentley у меня что-то блин gl начал барахлить смотрите какая финина даже покажу завожу ее включаю передача бах такой удар включая задние бах это горит то что дверь открыта я подключаю компьютер у меня прям здесь компьютер и вон ты вытащил там ругается на коробку сейчас я скрыт прикреплю в общем я удаляю с этого компьютера один раз только получилось это уже четвертый раз вчерашний и сегодняшний день короче ошибку чищу нормальным большим компьютером и все проходит до какого-то определенного момента сейчас пытаюсь опять почистить вот этим маленьким ну вот я сейчас сбросил хочу подождать потому что вчера я также сделал с этого же компьютера и помогло ну короче не может быть такого что две машины были для все на ходу какая-то вот это вот вроде уже сейчас оживает это блин начинает формат ну ё-моё кстати если интересно вам контент про эту машину я могу это снять ну у меня это снято могу доснимать потому что у меня есть идея по ней я ее купил очень недорого короче пишите в комментариях опубликовать это или нет потому что там есть на что посмотреть и будет на что посмотреть кстати народ я не объяснял не объяснял не помню короче поменен ремень времен стоит десятку ролик стоит пятнашку такие ролики там обычные они там по пятаку по-моему короче цифры на что-то нормальные на что-то какие-то неадекватные заехал на другой сервис тут тоже пацаны уже в тех не отвлекать таким компом сбросу сейчас должно по идее все прокатить ну по камере было-то а вот старый мы ну не старый смысле а такой плюши и вот при покупке сказали 50 на 50 надо развести сейчас будет запуск есть первая течь хорошо только не у машины у ведра все заведется пишите комментарии после такого простое сейчас какие-то аккумуляторы там сели еще чего-нибудь нужно опять нож сели ну чё почти 20 литров залезло до 15 ну чё-то кстати аккумулятор подсоединили она 0 эмоций она вообще 0 эмоций и ключ мне теперь не отдает ни хрена блин две новых проблему закрылся капот на этот замок открывается на этот нет проблема теперь как открыть хрен узнает и старая проблема так таком нормальный вот это таком что-то вообще не дает сейчас выключаю хотя он даже не подключен питание так пытаемся капот открыть больнички и о чудо капот открыт да 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 открыт кстати гуглил пока гуглил там это 3000 рублей стоит вскрыть без повреждений так а чё с аккумуляторами вот такая вот херня короче все лгм 0 вообще вообще в 0 зарядки есть такая функция называется регенерация типа вот он должен набить него заряда сейчас это не получится завести наверное посмотрим ничего сделали такую систему но машина ожила хотя бы так по лампочкам пушка как работает месяц не заводил вон как идеально шуршит до мотор бентли в 12 ласточка ожила все все новое теперь вообще все правда аккумулятор на завтра получается собираем окончательно все бампер привезут малярки по идее техническом плане машина практически готова мне еще подшипник ступичный надо менять а он вместе со ступицей под заказ на 5 но это не так критично как все остальное было еду за бампером на бентли ура этот день наступил сейчас главное чтобы в цвет попали вот это вот самое главное все по идее ставим бампер запчасти мне пришли лёгких тюнинг там еще ну так хрен поймешь сейчас вроде он кстати ништяги на бентли забрал слышите мне понравилось как сделали качество прям но выпалировали все хорошо как отдал так и забрал рамка на месте висит все вот эти вот повторители висят главное в цвет попали вот так я смотрю фонариком посветил и на солнце вроде тот же самый и цвет бентли но я спросил они подбирали или какой-то конкретный нет цвет бентли по качеству все отлично все супер единственное ну по цене хотелось бы конечно подешевле но краска бентли вроде как 15000 отдал я за покраску ну все вы здорово банда а журналист пришла я сама искать дека вот лечу быстрее быстрее а то скоро закрытие приехала одна из самых дорогих наверное запчастей бентли я рад конечно я ее нашел не так дорого как они стоят все везде но блин не знаю что сейчас будет главное чтобы она была там реально до запаковали конечно заколотили бы я просил когда мне отправляли за максимально там безопасно довезли потому что фиг узнает там кинет где-нибудь на складе такое себе будет поэтому где-нибудь распакую дрова подъехали это стоит около 300 тысяч рублей ну чё кинули меня или не кинули да 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 это мой новый топак круто меня не кинули все целое оригинал все я доволен я рад отпишусь человеку что фара пришла все супер машина на месте стоили с аккумуляторами беда не знает то ли он закоротил и в этом замкнутый не знаю что с ним но буду заряжать до последнего до победного из новенького такой порожек из новенького губа не знаю почему-то на видео на фото не так вот она как уже будет продается выглядит красиво сейчас план такой сейчас мне же пришла фара посылочка мне пришла новая вот эта штука прямо в сине пленочки и у меня есть вот этот вот значок он тоже мне пришло поэтому сейчас я это все устанавливать конечно я устал сегодня только покушал ну надо что делать надеюсь аккумулятор зарядится и нужно ехать машину переоформлять я езжу вообще блин она не стоит учете я уже много денег сэкономил получается ну что она у меня есть это где-то порядка наверное тысяч сорока пяти десяти я сэкономил ладно начинаю вот и старенькая фара я кстати попробую на авито продать потому что продают люди ради внутрянки стоит очень много это вот моя новенькая фара надо чтобы она работала готова блин тут чё не дотронься не так все просто если кто сможет из владельцев бентли и кому-то нужно восстановление ее можно ну я видел по крайней мере продают такие и стоят они немало все фотку и на авито все старая фара упакована ребят реально никого не обманываю ну кому-то может быть понадобится точно знаю что по частям их ну даже голодные продают кому зачем я понятия не имею но факт того что продают есть в общем я сейчас буду снимать крылья ну то бишь значок и ставить туда кнопку эту которую мне прислали самое блин стремное то что аккумулятор вообще в ноль мучаюсь уже хрен знает сколько не могу проверить новую фару работает она или нет но буду надеяться что работает крылья настоящий металл вот эта вот кнопка резинка она как бы и есть кнопка знаете сколько стоит 7000 вот это вот плюшевая фигня она как бы тоже металлическая она стоит две с половиной или даже 3000 я не помню уже точно ну вот эти штуки не поставил потому что поменял на светодиодные не могу проверить сейчас аккумулятор что нету ну то что он севший будет гореть не будет может местами надо переставлять короче их потом защелкну так и все ребята так вот потихонечку помаленечку машина преображается в общем утром аккумулятор до конца не зарядился ему еще стоять по ходу на зарядке я блин под уехал смотрю она не очень хорошо себя ведет короче я вернулся домой взял второй аккумулятор просто положил на прикуриватель и сейчас еду да и оформлять машину потому что ну пора на будет сильно подшипник надо менять подшипник стоит тоже около 20 или 30 тысяч с чем-то там плюс доставка по стопу завел машину все стопа горит все супер я доволен ну все ребят поставили машину на учет и поеду наверное затонирую тепло хотел я это сделать не знаю не могу дозвониться сейчас дозвонюсь и и и и и и и и и ничего не прошло и дня блин губа у меня сломалась и вот так вот завернула на скорости и все жалко бы мне так понравилось надо что-то придумывать не знаю на хейт не будете а можете не будете ну короче я заказал наклейки я еще буду обклеивать под логотип своего канала не знаю если понравится оставлю не понравится оторву он их забрал сегодня куча наклеек очень сильный дождь на улице я заехал на мойку благо рядом с домом но относительно рядом с домом есть мойка помыл машину подъехал к дому с лейки вон там с лейки поливал ну то что грязь пока не присохла сейчас оботру ее и приступлю к поклейке ну и почему я такой довольный ребят я сегодня поменял вот эту вот фигню основную блин проблему которая меня бесила которая блин делала так что вечно эти ошибки мотор этот неправильно работал помните про этот значок п про чек потом вот в чем причина но если кто знает это расходомер и самое прикольное что у нас в городе я купил его за 5 он стоил 5500 со скидкой купил 4900 я столько времени мучился а он всего лишь стоил 4900 ну плюс диагностику я изначально сделал короче хочешь называется сделать возьми да сделай свечки так мне осталось поменять блин я 6 свечек еще не поменял проблема реальная блин может узнаете купить прокладку эту под паук ну так называемую под впускной коллектор и тогда я смогу поменять свечки ну в принципе сейчас все исправно все едет не ошибки ничего не загорается ну то есть все круто я конечно пол дня только поездил ну будет видно в общем меньше воды приступаем вытеря машину как думаете что получится пишите комментарии ну все поехали я закончил время 5 утра я еле стою на на ногах я запарился что-то очень сильно вот надо эти штуки убрать короче вот итог здесь должны быть логотипы gopro короче везде должны быть логотипы я надеюсь завтра их доклеют не знаю захейтите вы меня и не захейтите в любом случае мне это надо это реклама канала реклама канала мне нужна потому что вы слабо подписываетесь лайки слабо ставите это же будущий контент поэтому вот такие вот я спать пока я спать пока а 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